Доброе утро, дорогие друзья, с вами Капля, мы продолжаем говорить о политике. И сегодня я хотел бы, знаете, даже где-то провозгласить такую истину, Иисус намерен вернуть себе власть на земле. Он не отказывался от нее и никогда не откажется. Я уже говорил, да, что все процессы, духовные процессы ведут к тому, чтобы однажды произошло следующее. 12 глава Откровения, 10 стих. И услышал я громкий голос, говорящий на небе. Ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа его. Однажды это произойдет, будет провозглашено, что теперь с этого момента вся власть вернулась к Господу. С этого момента Он воссел на престоле и теперь Он правит. И я вам скажу, что сегодня Бог намерен вернуть себе власть. Я не верю в то, что в этом мире вообще у Бога есть желание где-то поставить себе престол, сесть и управлять этим миром. Я думаю, что в соответствии с Библией Господь приготовил себе иное царство. Ему нужно, чтобы мы с вами стали частью Его движения, Его царства. Он не пытается менять этот мир. Он пытается, мы сейчас говорим в политическом русле, чтобы, знаете, не совершить революцию, не совершить некий переворот, не низложить всех царей и сделаться верховным царем. Поверьте, если у Бога было бы это желание, Он бы сделал это одним движением руки или просто дыханием. Он может это сделать. Но когда мы говорим о Господе, который любит людей, который дал людям свободу, у меня есть такое чувство, что Он ожидает, когда мы сами отдадим Ему эту власть. Когда мы сами передадим Ему власть над своими жизнями. Когда мы действительно по-настоящему сделаем Его господином своей судьбы. Он ожидает это от нас. И вот все, что идет в политическом плане, в нашей жизни, в современном мире, происходит потому, что Он желает добровольного. Чтобы мы избрали Его, а не были вынуждены это делать. И Он продолжает являть свою любовь, Он продолжает являть свою святость, Он продолжает являть свою силу, власть, показывая миру, показывая каждому человеку не только то, что Он есть, но и насколько Он любящий правитель. Он ожидает, что это царство будет провозглашено царством людей, любящих Его и откликнувшихся на Его любовь. И в этом сложность, в этом, наверное, неразрешимая, на мой взгляд, сложность, хотя я уверен, что невозможная человеком, возможно, Богу. Люди постоянно стремятся идти в другую сторону. Люди постоянно стремятся править самостоятельно, устанавливая все эти системы. Но Бог не отказался от этой власти. И в конце концов, Он приведет свою теократию на эту землю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok